Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. И мы сегодня читаем шестую главу. Автор пишет. Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь судьи концов земли. Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытывает намерения. Ибо вы, будучи служителями Его Царства, не судили справедливо, и не соблюдали закона, и не поступали по воле Божией. То есть, хотя автор в прежних главах говорил о грешниках вообще, о людях, которые прожигают собственную жизнь, о людях, которые пренебрегали праведником, пренебрегали его нравственной высотой, в данном случае в шестой главе он обращается не к тем грешникам, чья жизнь особо ни на кого другого не влияет, но просто живет человек, прожигает собственную жизнь. Конечно, для него это печальная история, но от его таких грехов не страдает большое количество людей. То есть, в шестой главе автор обращается к грешникам, которые являются главами народов, являются главами каких-то племен, обществ, судьями земли, людьми авторитетными, известными, важными, которые ведут неправедную жизнь. И он говорит о том, что, напоминает им о том, что Бог дал им эту власть, Он попустил им быть руководителями, и значит, с них особенный спрос, потому что Бог смотрит на их дела, исследует дела и испытывает намерение, как здесь говорится. «Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны». Очень интересное высказывание, потому что мы привыкли думать, что каждый просто получит какое-то свое наказание или награду за те грехи или, наоборот, добродетели, которые в его жизни были. Но мы видим, что все же с точки зрения Писания, и это явно и из Нового Завета, и из Ветхого Завета, существует разница между старшим, который совершает грех, знаменитым, известным, авторитетным, и младшим, который совершает грех. Почему? Потому что старший оказывается примером для подражания. Он оказывается ответственным за то, что видят люди, которые его окружают. Не случайно, например, когда речь идет о рукоположении, для священника, вообще для епископа, оказывается важным критерием при рукоположении доброе свидетельство от внешних. То есть люди внешние по отношению к церкви, вообще по отношению к конкретному человеку, может быть, не родственники ему, они должны считать его примером для подражания, подлинным примером для подражания, и должны полагать, что он ведет праведную жизнь. Только такого человека можно рукополагать. Вот здесь говорится о подобном. Срок суд над начальствующими. Почему? Почему, кстати, по русской поговорке рыба гниет с головы. Если старший позволяет себе грех, младший начинает за ним повторять, считая, либо считая, что это не грех, и он просто чего-то не знает, либо считая, что это не такой большой грех, либо вообще просто считая, что уж раз старшему можно, то ему можно и подавно, потому что он только повторяет. В любом случае, например, в Новом Завете мы слышим подобные слова, но там говорится, правда, не о старшем и младшем, а о знавшем и незнавшем. Знающий бит будет много, а незнавший бит будет меньше. Почему? Потому что чем меньше твоя ответственность, тем меньшее наказание ты несешь, тем меньше осознанности, сознательности в твоем грехе. А все-таки, когда речь идет о наказании, когда речь идет о спросе с человека, речь идет в первую очередь о сознательных грехах, о выборе волевом. Конечно, мы просим прощения и за неведомые грехи, но неведомые грехи просто влияют на нашу жизнь, входят в нее, как, скажем, неведомые нам болезни, трудности, сложности, но не являются... То есть, когда мы просим прощения и подобных грехов, мы просим, чтобы наша жизнь была облегчена и исцелена от последствий того, что мы, может быть, даже не знаем, но все же ответственны мы в первую очередь за те вещи, которые мы избираем и творим сами, самостоятельно. Далее. «Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились при мудрости и не падали во грех, ибо свято хранящее святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание». Очень интересно, да? Свято хранящее святое. И они, свято хранящее святое, осветятся. То есть, люди, которые берегут святыню собственной жизни, святыню закона Божьего, святыню Божьего образа в себе. Речь здесь не идет только о каких-то святынях материальных, даже не столько. Речь идет о святыне воли Божьей о себе, что вот есть воля Божья о каждом из нас, она святая и непорочная. Так задумал Господь, чтобы нечто мы о себе реализовали, да? Он дал нам заповеди, дал нам обстоятельства жизненные, в которых мы это делаем. И мы должны свято хранить в себе вот этот его образ. И такой человек, который свято хранит в себе Божий замысел, раскрывает себе образ Божий, он освящается. И научившиеся тому найдут оправдание, научившиеся святой жизни, будут оправданы. То есть они будут признаны правыми, исцеленными, цельными. Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Да, то есть, что интересно, когда человек грешник, он может сказать, «Я не знал» или «Я не был научен». И вообще не от меня зависит, что вот так сложилась моя жизнь. Но с точки зрения книги «Премудрости» все-таки мы видим, да, что такой человек может возжелать слов Христовых, как потом на другом месте скажет апостол Павел, да, любящее явление его, да, то есть вот любить явление Христа, любить реализацию замысла Божьего можно. И так и здесь. «Возжелайте слов моих». То есть вы сами должны стать источником этого желания, сами должны захотеть мудрости Божией. «Возжелайте слов моих», «Полюбите». И тоже мы можем сказать, что любовь как влюбленность, она от нас не зависит. Мы не выбираем. Вот, например, любит человек клубнику, скажем, он не выбирает, почему ему клубнику, а не абрикосы или, не знаю, там что-то еще, да, вот это так сложилось. У него такой вкус. И сказать ему, а ты полюби, он скажет, ну, странно, я люблю одно, как я могу насильно полюбить другое. Но здесь речь идет о другой любви. Любовь как сознательное волевое решение, как агапы, да, как такая разумная любовь, любовь как внутренний выбор, желание блага, желание полноты. И вот полюбите, да, то есть возжелайте слов моих, то есть вы должны захотеть соответствовать словам Божьим. Полюбить слова Божьи. Каким образом? То есть полюбить заповеди, сделать их своими, не противиться им, не воспринимать их как ермо, которое на твоей шее, и которое ты должен тянуть с ужасом, с ненавистью, да, что вот приходится исполнять. Нет, полюбите заповеди Божьи. И научитесь, научитесь их исполнять. Премудрость светла и неувидающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущие ее не утомится, ибо найдет ее сидящий у дверей своих. Прекрасные слова, в которых автор говорит, что вы не думаете, что вот этого желать, любить и учиться, что это будет очень трудно. Вы только захотите, вы только попробуете, только начните этот путь. Да, премудрость светла и неувидающая, то есть она не мрачна, она не тяжеловесна, не мучительна, легко созерцается любящими ее. Для этого, конечно, нужен уже определенный взгляд, для этого нужна определенная внутренняя чистота. Грешники воспринимают праведность и премудрость как нечто тяжелое. Но тяжелое это только потому, что человек приучил себя, свою душу, иногда свое тело, каким-то грехам, и они стали для него естественны. Как, например, человек, у которого болел тазобедренный сустав, хромал, у него искривился позвоночник, и он, когда ему меняют этот сустав, постепенно и с большим трудом начинает ходить ровно. Почему? Потому что все мышцы, все динамические стереотипы, все поведение было уже приспособлено под неправильную походку, под неправильное искривленное положение тела. Но, да, ему трудно, но все легче и легче, и в итоге ему будет гораздо легче, чем было во время болезни. Вот то же самое и здесь. Она с легкостью созерцается и обретается ищущими ее. И более того, даже предупреждает тех, кто желает ее познать. Говорит, что только ты начнешь ее искать, откроешь дверь, она уже сидит у тебя на пороге. То есть Бог со своей стороны настолько готов человеку пойти навстречу в его поиске премудрости, в его поиске праведной жизни. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующее ради нее скоро освободиться от забот. Да, мы, люди могут думать, что речь идет о каких-то сразу подвигах, о том, чтобы сразу приобрести какие-то навыки такой нравственной и святой жизни. Но мы видим, что на самом деле речь идет о другом. На самом деле речь идет о том, что ты только начинаешь этот путь, и уже помышление о ней, уже совершенство разума. И тот, кто бодрствует ради нее, бодрствует не в смысле не спит, в смысле трезво относится к обстоятельствам собственной жизни, бодрствует, то есть не дремлет в нравственном смысле, но все правильно оценивает, все правильно рассматривает, трезво, рассудительно подходит к поступкам, которые совершает. Он уже избавляется, скоро избавляется от забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, при всякой мысли встречается с ними. То есть человек, который ищет праведные жизни и старается праведно жить, он всегда получает помощь Божию и его поддержку. Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении — любовь. Казалось бы, забота об учении — это много-много-много читать, думать, писать, учить, но здесь о забота об учении — любовь. Любовь же — хранение ее законов, законов премудрости. То есть, по сути, мы видим, что любит тот, не тот, кто просто испытывает какие-то чувства. Да, эти чувства биологически обусловлены, они мимолетные, они проходят за несколько дней, месяцев, два-три года максимум, и биологическая основа влюбленности улетучивается. Но если любовь сознательна, если любовь становится волевым состоянием, то в таком случае она предполагает знание истины и хранение законов истинных. Итак, любовь же — хранение законов ее, а наблюдение законов — залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к царству. Здесь все более-менее очевидно, да? Если ты живешь нравственно, соблюдаешь заповеди, то ты вот это бессмертие свое, да, такое бессмертие в Богообщении, ты этим приближаешь его к себе, и приближаешь к себе Царство Божие, Царство Небесное. Итак, говорит дальше Соломон, «Властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки». Интересно, да? Что он не говорит, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, от всего этого откажитесь и облекитесь во вретище, в рубище и живите нищей жизнью. Нет. Он говорит, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то есть если вам дана эта власть от Бога, почтите премудрость. То есть просто, ну, царствуйте праведно, соблюдайте заповеди, и все уже будет лучше и хорошо. Что же есть премудрость? И как она произошла? Я возвещу и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения и открою познание ее и не миную истины. И не пойду вместе состоевающими от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости. Множество мудрых спасение миру, и царь разумный благосостояние народа. Итак, научитесь от слов моих и получите пользу. И здесь мы видим, действительно, вот эта вот такая вера еще ветхозаветная, которая потом и в Новом Завете проявилась, и, естественно, проявилась в культуре, и в пословицах даже, что не стоит село без праведника, не стоит город без праведника, не стоит мир без праведника. То есть праведники, люди, которые живут по заповедям, они сохраняют этот мир от разложения, от такой духовной, нравственной, а иногда и вполне реальной, жизненной, бытовой такой энтропии, разложения и уничтожения. Поэтому множество мудрых спасение миру. То есть люди, которые оказываются мудрыми, они не только сами для себя мудры, а они исцеляют общественную жизнь, они исцеляют жизнь мира, как царь разумный приводит к благосостоянию народа. Дай Бог и нам, каждому на своем месте, быть мудрыми, благоразумными для того, чтобы исцелять жизнь вокруг нас. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok